дорогие друзья всех приветствуем сегодня мы оставляем вашему вниманию проект который называется лицо церкви в рамках него мы вас познакомим с священниками и мирянами кемеровской епархии сегодня речь пойдет об отце никаноре меркулове ну давайте может быть у нас есть вопрос что значит быть священником что стерете все я бы не все рассказал конечно собрал говорят . вас правда побили говорят они тоже сволочи сказали что мы все равно им дали а тогда будет на свет мне как бы я что серьезная что ну по-настоящему я сейчас всех обращу православие так совпало что я опять опять со мной снимаете знаю наш храм поселке пионер построен 2015 году есть князя владимира по благословению высоко освященнейшего митрополита аристарха и в тот год это был как раз юбилейный тысячелетия со дня ускорения владимира и выбрали название часть этого покровителя построен он был трудами отца любомира гравтика построил его за три месяца начиная с начала мая до июля первым настоятелем был здесь протерей алексей баранин до восемнадцатого года был настоятелем в восемнадцатом году он уехал и где-то два месяца был здесь настоятельным ирии константин амитин а уже с июня 2018 года и был назначен я наша задача была оформить все документы чтобы вести эксплуатацию храм этим мы и занимаемся у нас спонсоров нет все делается руками людей мы даже можем обратить внимание на икону которую нас волкаре это все наши местные иконописца они стараются украсить храм своими руками они же и пикуют просвор от потому что все по что нужно для службы также иконостас пусть просто но они стараются это сделать а души наши люди не такие добросовестные скажем если они взялись они делают несмотря на трудности там коронавирус еще какие-то болезни не стараются вложиться и благоукрашать поэтому вот мы видим храм нашим в чистеньком хорошем состоянии вот что можно сказать о наших селянных и прихожанах есть у нас икона с мощами князя владимира в наша святыня у нас есть такая особенно после богослужения мы постоянно совершаем поклонения вот после каждой службы ну и наши люди они по четвергам читает ему качестве отец никонор здравствуйте расскажите пожалуйста о себе здравствуйте меня зовут священник никонор я являюсь настоятель храма 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 князя владимира отец 11 детей ну а если говорить как я пришел священство но это благодаря нашей маме она нас воспитывала вере и собственно все мои братья и сестры они стали пошли по этому пути сестра матушки братья священники я уехал в 16 лет из дома поступил но по несколько православного духовного училища сейчас тоже преобразована семинария и закончилась на этот лет женился на выпускница деление любимого не кинем ну а дальше владыка сафроник рукоположил и направил меня служить приход поселок шишина храм сарафима сороско служу я 25 лет это уже получается мой кратенько можно спасибо а вы когда-нибудь рассматривали вообще другой путь для себя вот кроме священства ну если учиться что уехала в 16 лет то маленький промежуток всегда был в церкви поэтому я не рассматривал может даже можно сказать что старшая сестра она ушла замуж стала матушка да и вот на нет тоже также повлиял еще и тез максим и получается муж ее собственно у них пока я учился жил поэтому у меня других то что вариантов не было и к этому стремится а вот ну упомянули отца максима а еще были кто кто был для с примером то есть кому видели ну это наши священнослужители я панамар его отца михаила погиблого он был настоятелем это георгийского храма он устроил и собственно он для нас был примером тогда только на валтайске открыли первый приход начальном был конечно в таком пособном помещении то есть домики потом уже шло строительство мы панамарили и конечно для нас священники были примером ну конечно уважали потом я когда приехал на кузнецк панамарил у его тестья отца василия бухгалка он кстати священство представлял поэтому вот вещей кто расслужили трудились а что значит быть священником для вас но это служить конечно же первую очередь богу искренне молиться с людьми то есть помогать людям побыть с людьми их горе должно быть горе священника их радости должны быть одной семьей я так понимаю но как семинаре нам говорили еще не должен быть служителям проповедником и молитву спасибо а в чем заключается сильная сторона священства может семья семья то есть это дом надежный тыл если батюшка едет на приходу матушку вопросов нет ты всегда будешь уверен службе уверен своих действиях вот потом конечно же помощь прихожан говорят так что каков поп такой приход никаков приход таков и поп такая обоюдная такая работа но очень важно чтобы семья тебя поддерживает если семья с тобой то есть ты идешь на службу матушка поет дети панамарик и также поют ну тогда ты ничего не боишься ни сельского прихода ни городского а в чем по вашему отличие сельского прихода от городского самим самым я думаю возможности возможности конечно ну то есть заключается там что людей меньше в сельском приходе может и больше быть но те же предприятия может быть просто может быть нет предприятия да и поэтому тебе реализовать проект будет очень сложно нужно будет искать где-то так а с городе спонсоров либо додители чтобы осуществить это проект я скажу даже по приходу в шишино нам многие помогали с города топок столмска и мировода москвы чтобы что-то построить приобрести поэтому конечно но если говорить о том а нагрузки можно и вселе служить по продаю то есть тут надо просто понять что священник хочет сделать на приходе в городе игру возможностей больше и конечно быстрее может увидишь вклады труда тебе нужно это как бы то замедлено время замедлено темпы отец никонор расскажите вот ваш приход какой портрет среднестатистического прихожанина здесь у нас я скажу я бы назвал молодой приход у нас здесь молодые вообще я заметил так если у меня большая семья то и у нас на службе папы мамы то есть их ребятишки соответственно и их родители то есть бабушки приходят то есть у нас есть ребятишки есть у нас молодые и я бы сказал как бы у нас молодых пожилых очень мало то есть я так скажу наконец-то в гарнике у нас в основном это бабушки в платочках с котомочками еще той закалки они ездили многие из горняка еще в отцу и все люди и раз и это неплохо кстати у них благочестие положение к священию потому что многие бабушки помогали батюшка в огородах как раз после них осталась такая закалка то есть мы первые мы победим и помогать нужно всегда независимо от возраста а здесь у нас в нашем приходе 9 лет мы молодой и поэтому а так как это городская уже черта мы присоединены к городу поэтому у нас собственно здесь основном приезжают люди жить молодые назову спальный район так иначе здесь переночевали на работу уже сидим раз здесь это образуется такая вот вы сказали что вы 25 лет уже священник расскажите как менялась церковь вот за это время на 25 лет все-таки это я столько живу примерно и как как менялась именно ваша личная жизнь на приходе да то есть вы были и и все левые на служили благочином были расскажите ну несколько выражение хорошего у церкви нет провинции поэтому я скажу что как сильно то ничего не поменялось на самом деле те же самые вопросы например взять 2000 годах они а мне подходили старом люди спрашивают батюшка кресик сломался что мне делать то ниже это будет и сейчас точно такой же вопрос задают то есть воспитать нужно навсегда как начали насчет крестика а начнем вести к возьмите но быть быть осторожна не ломать не грязите да я хочу сказать что в принципе может быть плане как культуры стар стали но вот был даже так скажем примеру служил я в шишина начиналась у нас 18 лет вот ночью был молодым и как бы мне само нужно было еще многому учиться да вот поэтому люди приходили молились крестили отпевали но вот сейчас я в гости приезжай к этим людям но я как я знал тогда что они только начинают то есть даже иконок может дома вот сейчас я пусть и приезжать вот печенье лет корма приезжаешь них уже молитвный уголочек есть уголок молитвный иконочки вот они уже стали постами прихожан конечно просто есть понятно но в целом мне кажется только в молиции трудиться я не думаю что какие-то плавали все-таки храма бывают и наполнены а бывает и пустые потом сказать что это стало хорошо чем стал лучше и я не скажу есть на чем еще работать вообще трудно быть священником вот даже ну вот у вас 11 детей да сейчас многие молодые люди это мои сверстники говорят на какие нам дети там тоже 25 лет мы не готовы еще пока к заведению детей потому что нужно сначала там добиться жизни как бы какой-то подушку безопасности заиметь да вот у вас 11 детей вас есть подушка безопасный материально я скажу что надо делать все таки все с молодым но опять же здесь вот когда я начал служить церковь на предоставляла казино жилье нас всегда в каждом приходе google и вот только отморок приобрели мы свой дом на 19 год совместного совместной жизни да то есть мы приобрели тоже не сразу нужно было конечно пройти какой-то путь но если как идущий дорог и собственно пришло время и мы приобрели и надо сказать что были трудности но господь помогает тоже идея идея и желание получится а то что сложно конечно сложно но и как я к этому стремился у нас многодетностями жена изначально говорил также и я хотел не было бы видеть и и много детей и матушка также поскольку как-то у нас сошлись наверно мнение и с помощью мы как бы поэтому пришли но это я считаю что идите торгушек а то что боятся действительно этот это трудно но надо это желать и конечно же работа и жизнь назовите самое большое искушение в вашем служении отлично для вас самое большое искушение наверное когда мы супруга заболели коронавирусом 2021 год и ведь остались на временно на попечении старше но был уже 18 лет бабушка конечно приехала тоже сразу вот ты понимаешь что ты можешь вернуться домой а можешь но когда понимаешь что то скотч дал мне такой крест я должен выздороветь должен жить я стал молиться вот а матушка еще была беременна кстати десятым поэтому тут она сам так успехами нас такое было испытание что ты понимаешь что рядом с тобой умирает люди ты тоже можешь дать богу свою жизнь и куда дети наши вот это такое нам испытание в остальном мир на себя господь помогал но собственно мы вызрали и ребенок родился я помню что господь с нами господь всегда горе враться главное быть с ним и доверять спасибо а вот скажите вы сказали что вашей семье да и братья и сестры все так иначе пошли по плоне церкви до прибывает сейчас вот для ваших детей какое будущее вы видите рассматриваете вообще как-то планируете насколько вы насколько у них есть ну не знаю свобода бы выбрать да или все это будет батюшкой матч как у вас я конечно всем сердцем хочу чтоб они выбрали то есть пошли по стопам да ты собрать такой же путь но наверное я понимаю что надо уважать выбор детей сейчас старший в армии он геодезист то есть пошел вот именно немножко по другому пути получил образование сейчас в университете еще учиться второй полиция но есть еще и маленькие и вот как я если им дам достойный пример я думаю что хоть если даже один хотелось бы чтобы все были в ломе православной церкви чтобы они причащены они панамар это ну да и может неправильно вырваться они церкви принципе так или иначе просто ну вот кто-то активно досуг они бога не забывают они молятся конечно же особенно они должны знаете наверное так и у меня был то есть когда тебе с детства будет храм это одна ситуация то есть я веду ты хочешь сопротивление маленькой отец тебе сказали ты идешь но когда ты юноша и потому что я не пойду вот или пойду то есть я должен сам перед встречу со христом должен пережить и ну тут совпали тоже кто-то и болел как-то и знаете то есть так совпало что я опять стою по Христу потому что он опять со мной и вот когда ты сам встречаешься да уже в этом когда уже взрослый когда ты опять встретил со Христом нет сомнений и мама уже знала что мы любому в школе любому храме мы уже просто шли сами нас уже не гнал и просто уже без церкви жить не могли то есть конечно были всякие испытания понятно но ты уже все равно как бы уже намечаешь то есть у вас был все таки да этот период когда вы отходили от церкви нет слова не было просто 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 как-то наверно сразу так плавно опять такая встреча произошла получил что я наверное из всей семьи чаще лежал в больницах просто вот так наверное досуг дал и было время чтобы помолиться и подумать вот наверно так скажем поэтому у меня все таки плавно перешел к тому что я выберу это вкус уже когда вкусив сладко горько не захочешь вот как-то так поэтому мне как-то наверное просто к этому сошло у других может быть по-другому но это они уже сами расскажут я по поводу детей я хочу чтобы они были с Богом я хочу искать чтобы они были тоже матушки-девчонки и пацаны стали священниками но все же пусть они будут с Богом лучше пусть они будут хорошими там строителем неже плохими священниками поэтому моя задача показать дать пример молиться за них они должны выбраться а я должен их уважать тут рядом с Никанор расскажите пожалуйста про ваш взгляд на миссию сегодня да про ваш опыт миссионерства в прошлом да то есть чего начинали как вы сказали когда вы были еще ревностным молодым священником да может быть вас были одни подходы и к чему как и как вы сейчас видите эту миссию по просвещению до привлечению тех людей которые сейчас находятся вне церкви нужно ли их вообще привлекать увлекать ну я думаю что в любом случае священник но должен достойно выполнять послушание ну как говорят папа и врагу же узнаешь и вот не часто бывало там идешь тоже по поселку и темно здравствуйте батюшка откуда-то голос да то есть я сам себя не вижу да люди все равно узнают походку священника его разговор ни с кем не спутаешь вот опять же потом приходилось играть в волейбол с ребятами то есть ты спортивной форме все на тебе уважение как священнику то есть это на нашем народе заложено скорее всего если ты достойный выполняешь свое послушание свой долг священнический даже те которые не желают тебя видеть не хотят с тобой общаться и церковь не нужна рано или поздно они все равно обратятся пусть даже уже к другому священнику но если ты будешь достоин будешь стараться вести достойный образ жизни священство выполняет достойно то они все равно ты заронишь те семена скажем так и поэтому почему иногда у сейчас храм попусты могут быть даже это и связано с тем что кто-то один может где-то неправильно поступить в любость там скажем и так ответил или как им кажется на дорогих машинах катаемся всех своих причудах и видение священнической жизни не связано как мы должны жить все как все знают как мы должны поступать но опять же вот и получается один что-то сделал все начинается на всех это значит священники но опять же предъявишь да ну это же попросла и дозе вангле поэтому надо чтобы они тогда увидели так можно должен если ты живешь в частном доме на квартирном доме если если ты дороже общаешься видит твоих детей видит будет выслужение в любом случае не будет правильно вырабатывать отношение к священнику вот опять же я лежал в больнице с коронавирусом я много чего наслушался и они даже испытывали не даже где-то смеялись пытались чтобы раздражить но ты общаешься объясняешь как есть то есть как ты объясняешь и потом ночью они же подходят и просят тебя присповедовать или как присповедуется в тот момент я говорю теперь утром и с вами начнем говорить на эту тему с получается они как бы проверяет даже вот мужчины которые может ни разу не ходили в храм но у них заложен сонок и священник они снова они уважают хотя они далеки и молитва не стоит как выглядит священник без ряса но собственно их интерес есть поэтому нам надо служить нам надо говорить я думаю в этом есть есть вас какая-нибудь интересная история значит вот как раз про общение может быть с людьми ну с людьми вне церкви на что-нибудь такое забавно или наоборот чудесное но забавных много конечно если нет но я скажу что вот даже пример я приехал служить 18-летним да то есть как бы мне могут не воспринимали как человек который мог который может чему-то научить что я это говорил я не могу собрать видеть я не могу там поле убирать зерно я не умею я на другую учиться но я могу с вами молиться могу учиться вас молитве могу то что умеет помогу вам припадать и прошли года и уже сейчас отношения нас даже те которые может не воспринимали действительно не как даже не воспринимали силу юности но после года и сейчас у нас добрые отношения сиди как отцов поэтому то то же время а вот забавный случай могу рассказать дом не родился сын первый через три года ну прошло время нас матушка гуляет а в селе же скучно жить иногда вот такая ситуация была подъезжает такая разбита машина москвичонок мы перерезли а мус матушка с ребенком и мужики выходят и пьянники говорят . вас правда побили говорят они тоже сволочи сказали что не били но мы все равно им дали село как через какой-то момент они собачку дорожь поэтому вот такая забавная история поэтому но а доказать по сути никак никому ничего нельзя ты просто идешь свой путь ты верен пути на вот если как говорите не тогда люди сами утверждаются убеждаются и и вы истинность бога данного существования и во всем они прихожане любу приходить и служил они как-то господалов они доверяли уже даже восемнадцать летнего они поверили они помогали всем и потом постройки даже колокольни колокола они доверяли и финансы доверяли свои судьбы даже то есть они верили поэтому на все получалось иногда бывает что некоторые говорят подбачки не принимает прихожан это люди не принимают или не принимают спут помогал 100 поддерживая поэтому им тоже благодарен за их веру доверие поэтому как бы сказать хочется привести людей когда на них молюсь и благодаря что таким ли не встречался можете пересказать евангелие для молодых людей в трех предложениях буквально евангелие еще раз трех словах не предложениях три предложения чтобы молодому человеку понять что вообще такое ладно скажем так бог стал человеком для того чтобы человек стал богом все больше ничего не раз говорит то есть мы обожены то есть мы можем сказать отец никонор что вот лично вас притягивает привлекает поражает в личности иисуса христа во христе конечно это любовь крови человеческому и конечно за что мы обращаем внимание это это чудеса то есть они подлинные чудеса если даже посмотреть воскрешение дочери и ира господь и воскресил и говорит дайте ей есть о том что действительно после болезни всем когда мы умираем когда мы болеем не хотим есть ну когда приходит поздравление то есть он исцелились мы хотим есть это то же самое после коронавируса вот и подлинность чудес вот его любовь божия к нам до ходу человеческому соответственно вот полностью и даже в евангелии соответственно так чтобы вот кого-то перед рядом стоял вместе с металями и делать воскрешение вот вот это поражается какой самый любимый момент у вас есть такой ну все мы ждем пасху воскресенье конечно воскресенье все как цити ведет к этому это победа жизнь над смертью а вот ну а в чем победа ну то есть вот и для человека который допустим не понимает то есть ну хорошо там умер воскрес иисус христос то есть а что здесь какая здесь глубина глубина апостол пал говорит что если господь не воскрес тщет на наша вера и все то что тогда вот мы построили но чтобы сделали и вложили не мы а еще на нас если господь не воскрес тут все это напрасно пустому колодцу не ходит так говорят да поэтому господь воскрес и это же витнес сама природа воскрешает на этот и господь воскрес и усва божества поэтому вот это важность и важно это помнить для освещения и так передать где зачем человеку церковь а зачем человеку семья это семья мы все тут разные где-то иногда даже друг друга может даже это какой-то момент недолюбия не согласны даже в чем-то но мы учимся учимся любить учимся уступать учимся друг другу стоять горой от семьи так и церковной семье кажется послушание ребенку шесть лет можно дать денежку уходил хлеб да а старшим уже можно доверить куда стройку также все и духовной семье в церкви так выполнять свои послушания делать церковь живой и настоящий а кто для вас ладыка нас учили вот ладыка едет и мы так были научен но когда сейчас стало много архиереф уже не так как сказать ну нет того наверно волны ты да наверно того тона что ли ну что по-другому и наверное я тогда был молодой у розового очки у меня поснимайте знаю и я немножко много было сокрыт от меня да то есть неправильно а сейчас кто-то тоже возмужал к этому относится уже нормально без ропота наверное как и мы все росли теперь я сам отец и изи морга в детстве мне казалось что надо было что вот так уступить родителям а теперь я с такой же супер на что я буду все поэтому для нас в архиерей это отец все как сказать то литургия истина я ее совершают архиерей отец никонор как вы считаете вы выбрали бога или бог выбрал вас и как это проявляется на опыте но господь меня призвал из небытия в бытие то есть господь создал меня есть мать отец правильно то есть господь меня создал из моих родителей да а потом как я уже говорил наверное ты либо предаешь у бога либо ты идешь за ним то есть ты его выбираешь конечно мы же в свободном поэтому я думаю что тут так сказать обоюдно вот надо быть ну как сказать течение всей жизни наверное вот жизнь наша не напрасно если мы встретили бога на земле это не обязательно священник не обязательно там церковный человек любой человек он должен а как нам принимать вот тот факт что наши там близкие друзья важны для нас люди не приняли бога вот еще этой встречи не произошло этого выбора у них нет вот мне однажды статья попалась и там люди задают ну как матушки вопрос вот если ваша например дочь или дети они откажутся от бога вот ваша реакция она сказала что мы все равно будем их любить то есть мы выбор но мы должны уважать и если возможно все сделать необходимо чтобы там было хорошо может быть последним словом будет господи применим этот мужа не покажется поэтому нельзя отсекать отец неконор а существует ну как и рай на земле да мы уже я играть ощущаем это знаете какой пример хороший с одним человеком поговоришь как в раю побывал а с другим поговоришь хочется в душе помыться будто я облигет грязи также вот все это мы здесь на земле есть этот господь об этом сказал просто боже внутри нас преподобным преподобным будешь со строком разортишься поэтому надо уходить от ада искать тех людей которые тебе будут помогать создавать отец неконор спасибо большое за эту возможность посетить посмотреть как у вас здесь все устроено да за этот прекрасный диалог и в завершении встречи вот мы записываем здесь примерно час я сижу небольшой кофточки их а у вас здесь есть пометка жертвы на оплату электроэнергии и судя по судя по всему судя по моим ощущениям которые я сейчас испытывают жертвует видимо нет не особо может быть много до этих донатов и сейчас у вас есть возможность обратиться к нашим зрителям тем людям которые нас посмотрят и если дорогие зрители вам понравилось лицо церкви отца никонора который мы сегодня вам показали да если вы если вы хотите поддержать этот храм и отца никонора если вам близко да то вы можете своими финансами поучаствовать вот и поддержать отца никонора вот и тогда соответственно обязательно указывайте на оплату электроэнергии вот отец никона чтобы вы передали нашим зрителям ну во первых вам спасибо приятно было поучаствовать приседовать ну как говорят я не экономная домовитый и хочется если да какие-то денежки мы собрали на пожар не хочется конечно что-то для воскресной школе у школы приобрести те же ручки тетрадки давно что дико приходит и поэтому да не всегда может получается у нас собрать много но мы к службе сюда включаем отопление все-таки по было вот средней неделе конечно экономии да конечно не всегда это приятно что погреться даже некоторых вам приходится погреться и душой и телом вот поэтому конечно с кто то есть поможет мы будем конечно благодарны за каждого будут разносить молитвы если даже будете присылать пишите засвет и имена жертвы будем благодарны спасибо большое ну укажем все контакты и поэтому дорогие друзья присоединяйтесь